Выставка «Отечественные строительные материалы» в 18-й раз проходит в Москве. Стоит отметить, что с каждым годом интерес к данному мероприятию растет. На этот раз в нем приняли участие более 230 экспонентов из разных стран. Выставка активно сотрудничает с различными объединениями, в том числе с Ассоциацией производителей керамических стеновых материалов. Именно об этих материалах пойдет речь в этом сюжете «Форум Хаус». Компания ЛСР «Стеновые» на сегодняшний день является крупнейшим производителем керамического кирпича в России. Мы производим широкий ассортимент продукции, начиная от рядового кирпича и камня керамического, заканчивая клинкером фасадным и тротуарным. На сегодняшний день мы произвели блок «Камень 10,7 теплый». Вот он здесь представлен. Этот материал позволяет строить стену толщиной 38 см без дополнительного утепления. То есть достаточно использовать этот блок и дальше облицовывать его либо кирпичом, либо штукатуркой, и будет ваш фасад сохранять тепло. Также мы на сегодняшний день произвели два вида кирпича, которые называются «Пестрый» и «Флэш». Это кирпичи, выполненные из красной глины и обожженные специальным видом обжига, который называется «Флэшинг». Вот, тем самым каждый кирпич приобретает индивидуальный оттенок и получается такой довольно-таки пестрый и интересный фасад. Производители из разных городов России показывают на выставке классический строительный материал – кирпич. Представители Маркинского кирпичного завода из Ростовской области рассказали нам, чем их стеновой материал отличается от других. Наш завод расположен в Ростовской области, город Шахта, где мы добываем свои карьеры. У нас, соответственно, есть мы добываем глины и производим кирпич данного формата. Чем он отличается от других производителей? Он имеет очень низкое влагопоглощение, это 6-8%, и морозостойкость, 100 циклов. Это очень важный такой фактор именно для кирпича, для его, чтобы он долго стоял в доме. Все производители производят кирпич, он, в принципе, одинакового цвета. У всех красный, белый, коричневый, желтый. Люди просят что-то нового, какие-то новинки просят. И в этом году мы сделали новинку «Скала». Мы имитируем камень природный, такой тренд. Будем надеяться, что он в этом году займет, соответственно, свою нишу в продаже. И людям даст новый какой-то эффект нового дома, такого, которого нет ни у кого. У него марочность повышенная, М200. И размеры, то есть полуторного размера. Есть одинарный размер, рядом который представлен, а этого полуторный. Он удобен, этот кирпич. В массе он смотрится на многоэтажном строительстве. Он смотрится более выделенный, сдалека и не сливается. В последнее время любители отделки кирпичом все чаще обращают внимание на так называемую «баварскую кладку». Найти ее можно не только в Баварии. Наш завод находится в Калининградской области, на границе с Литвой практически. Завод обладает собственным сырьем. Карьера с глиной, с песком находится прямо на территории завода. Завод выпускает все виды керамических изделий. Это рядовой кирпич. Но эксклюзивным нашим продуктом является баварская кладка. Вообще баварская кладка – это неоднородный кирпич, где используется 5 оттенков. Основным преимуществом и особенностью нашего кирпича является то, что мы не используем никаких красителей. И вот этот цвет достигается только путем редуцированного обжига. Высокое качество нашего сырья позволяет сделать кирпич с высокими техническими характеристиками. Это и высокая марочность. Марка у нас 200-250. Морозостойкость – 100 циклов. И водопоглощение – 6-7%. Продукт наш конкурирует с импортными аналогами. То есть, это, конечно, не клинкерный кирпич, который мы сейчас реализуем, но по характеристикам он близок именно к клинкеру. Но, работая со многими застройщиками, мы можем осуществлять импортозамещение на многих объектах. То есть, те, кто раньше работал с импортными производителями, переходят именно на наш продукт, так как он схож по качеству, по цветовой гамме. На данный момент каждый год у нас появляются новинки. Мы оптимизируем производство и отслеживаем тенденции рынка. Например, в том году мы стали производить кирпич 0,7-го формата. Это евроформат. Очень востребован он на северо-западе, в Московской области. Также расширили цветовые решения. Ушли от классической баварской кладки в более темные цвета. Также меняются фактуры. Добавились у нас рустикатры – это рисунок на кирпиче. Есть гладкий кирпич без накатки. Есть полотелый кирпич. То есть, в принципе, для любого строительного объекта у нас есть готовые решения именно по баварской кладке. Наш обзор был бы неполным без упоминания об одном очень популярном предприятии по производству кирпича – Голицынского кирпичного завода. Форумхаус узнал, что нового предлагают представители этого завода на рынке на сегодняшний день. Наш завод является самым старейшим предприятием на территории Российской Федерации и всего бывшего Советского Союза по производству лицевого кирпича. Ему на сегодняшний день уже более 135 лет. Но при том, что предприятие имеет такой большой возраст, оно является самым передовым на нашем рынке. Так как фактически ежегодно производится улучшение и обновление производства и расширение ассортимента производимых продуктов. В данный момент мы на выставке представляем несколько видов новой продукции. Это продукция Милан, двухцветный кирпич, а также Кантри и Венгель. Эта продукция на сегодняшний день достаточно спрашиваемая на рынке. Так как если 10 лет назад клиенты, потребители спрашивали однотонный цвет кирпича, и в общем-то так получалось, что такое не нравилось. Современные европейские тенденции стали побеждать, и народ уже хочет не такое, а так как оттуда. И получается, что мы откликаемся на те потребности рынка, которые существуют в данный момент. Наше предприятие производит порядка 17 цветов продукции, а общий ассортимент производимых, вообще видов продукции, уже перешагнул за 400. И это в общем мировых производителях, это самый крупный ассортимент продукции, который делается на одном предприятии. Ни одни и другие предприятия такой ассортимент не производят. Предприятие имеет проектную мощь порядка 150 миллионов единиц кирпича или условного кирпича, производимых в год. Соответственно, все реализовывается, все продается. Предприятие передовое не потому, что оно самое старое и самое новое. Вся продукция, которая производится, она вся идет высокомарочная. Не все производители, которые представлены на этой выставке, ну даже в основном, мало кто, могут повторить характеристики как по марке прочности, в основном у всех они значительно ниже, как по морозной стойкости и влагопоглощению. Клиент пошел достаточно очень, теперь стал заглядывать технические характеристики в том числе. Они смотрят внешне вида и начинают, народ начинает смотреть и разбираться в том, что он покупает. Если еще недавно, как бы такого не было, то последние лет 5-7 и потребители, и проектировщики стали заглядывать в характеристики. В общем-то, это самое главное преимущество нашего предприятия. Потому что уже низкомарочную продукцию, низкопробную мы не производим и не производили. А по всем остальным характеристикам, ну сами себе не похвалишь, номер один. Это на самом деле, потому что той марочности именно в массовом производстве не добился никто. Своими новинками и видением в области последних тенденций в строительстве поделилась и компания «Браер». Представляем группу компании «Браер», одного из лидеров производства строительных материалов, керамического кирпича и бетонной тротуарной плитки. Сейчас мы представляем на выставке несколько новинок. Мы представляем облицовочный керамический кирпич с светлых оттенков. Топовые цвета, такие как беш, мускат, светлые оттенки кирпича, которые сейчас очень популярны на рынке. Также на выставке мы представляем темные оттенки кирпича, произведенные методом флешинга. Такие кирпичи, как мокка, коричневый флеш. Надеемся, что он будет так же популярен, как и все виды баварской кладки группы компании «Браер». Кроме этого, мы достигли больших высот в технических характеристиках крупноформатной порезованной керамики. Получили довольно-таки высокие показатели по теплоизоляции крупноформатной порезованной керамики. Достигли коэффициента теплопроводности единичного изделия 0,1 Вт на метр градус Цельсия. Данный показатель поможет проектировщикам, архитекторам использовать крупноформатную порезованную керамику в малоэтажном строительстве и высотноэтажном строительстве без применения дополнительного утепления. Мы сейчас наблюдаем наши новинки 2017. То есть, это наши, так сказать, флагманы в 2017 году. Светлый оттенок кирпича, мускат с расшивкой темного цвета. Предполагается, что будет очень интересно смотреться на фасадах малоэтажного строительства. Следующая новинка – это кирпич, произведенный методом флешинга, то есть, так называемым методом обжига кислородного голодания, который позволяет сделать такой разбег цветовой гаммы по основной массе кирпича. В данном случае это кирпич мокко. Цвет мокко – гладкая баварская кладка в коричневом цвете, то есть коричневый кирпич, обожженный методом флешинга. Еще одна из новинок группы компании «Брайер» – это кирпич светлых оттенков. Мы ему дали название «Беж». Светлые оттенки кирпича сейчас очень популярны в частном сегменте строительства. Вот в данном случае мы думаем, что в 2017 году он тоже будет очень популярен. Несмотря на обилие новых материалов, керамика не сдает свои позиции на строительном рынке. Внешний вид становится все более разнообразным, а теплотехнические показатели во многом улучшаются. Это показала специализированная выставка «Отечественные строительные материалы». Следующий год покажет, какова будет тенденция развития строительных материалов. А Форум Хаус обязательно поделится этим со своими зрителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова